Темой очередной проектной сессии Института демографии, миграции, регионального развития и движения развития стало обсуждение совместных стратегических инвестиционных проектов Узбекистана и России. Понятно, что сегодня, спустя четверть века после развала Советского Союза и сложных переходных процессов, требуется выработать и реализовать новый формат экономического сотрудничества. Незадолго до своего визита в Узбекистан, лидер Международного движения развития Юрий Крупнов рассказал о своем видении первоочередных задач, стоящих перед двумя странами. Если присмотреться к тому, что происходит в Российской Федерации, в экономике Российской Федерации последние 10 лет, мы видим, что вот это оголтело рыночный неолиберальный путь 90-х годов, нравится кому-то, не нравится, где-то коряво, где-то красиво, так сказать, замечательно, но по сути начинают прорастать механизмы государственного регулирования прямого участия и все равно создается сложная, многоукладная, органичная экономика, просто без которой на самом деле ни у одного, я уверен, из наших народов нет никакой перспективы. В этом плане сам процесс в Узбекистане, как представляется, происходил гораздо в более эволюционном ключе, и это дает очень серьезный ресурс, в том числе интерес к экономике и вложениям в экономику, инвестиции в экономику Узбекистана. Без выстраивания некой сквозной, единой инфраструктуры в Центральной Азии, транспортной, энергетической, телекоммуникационной и так далее, не будет развития в Центральной Азии. Интересна очень комплексная и масштабная разработка титано-магнетитовых рук с точки зрения действительно больших запасов, особенно, как я понимаю, на северо-западе Узбекистана. Я хотел бы указать на еще две сферы такие интересные. Это, конечно, фармацевтика, потому что, в принципе, тоже есть все предпосылки для создания интересного фармацевтического кластера. Там дальше зависит это от многих причин, но здесь очень интересно. И, конечно, вот очень мощно, по крайней мере, идеологически и по ряду технических вещей движется солнечная энергетика. Наша задача – это все время выискивать, инициировать, отбирать стратегические инвестиционные проекты и формировать под них проектные команды, которые в данном случае, если брать Россию и Узбекистан, безусловно, они будут просто по определению совместные как таковые и искать источники финансирования во взаимных интересах наших государств. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова